Тюменская арена Этот успех стал для сибиряков лишь вторым за последние 7 поединков. Ассистентом выступил Егор Алешин. Вскоре Рубиновые развили успех в весьма схожем эпизоде. Автором гола стал проводивший второй матч за тюменцев Антон Угольников. Таким образом, 21-летний нападающий открыл счет шайбам высшей лиги. До завершения матча оставалось без малого 30 минут. Сухарь Назарова был очень близок, но Андрей Алексеев за 2,5 минуты до сирены лишил Егора встречи на ноль. Сегодня в Самаре Рубин скрестит клюшки с главным аутсайдером первенства ЦСКА ВВС. Воспитанник тюменской с Дюшор Прибой Кирилл Кладовиков стал победителем финального турнира Российского спортивного студенческого союза по боксу. В Нальчике подопечный Анатолий Дедюхин отличился в категории до 46 килограммов, заработав путевку на первенство страны. Ранее на эти соревнования отобрались его земляки. Айрат Муслимов из Ямбаева и тюменец Никита Агеев. Пока игроки МФК Тюмень терпели неудачу в Кубке России, их коллеги стали чемпионами страны. Речь в данном случае идет о слабовидящих спортсменах категории B2-B3. Сибирские мастера футзала, которых тренирует Леонид Яровенко, золото этих соревнований взяли впервые. Наши земляки сумели обойти главных фаворитов из Новосибирска и Башкортостана. Также позади остались представители Дагестана, Ленинградской и Тульской области. Нам еще первую игру поставили с чемпионами неоднократными, с Новосибирском. Было, конечно, тяжело. Настраивались эмоционально, пытался на команду сильно настроить. Так как у нас еще три сборника в команде, то есть как-то плюсовало, может, скажем. Ну и морально настроились, первую игру сразу выиграли у них. На турнире, который прошел в подмосковном Раменском, тюменцы произвели фурор. Они лишь раз сыграли в ничью, победив во всех остальных матчах. Лидером было двое. Это капитан команды, я имею в виду, Богомолова Ваня. Так это четвертый номер. Это бывший чемпион России, международный старт выиграл по легкой атлетике, от него не убежишь. А забивал и тащил команду за собой, Евдокимов. И поэтому Евдокимов у нас был лучшим бомбардиром, а этот был самый тот, который не давал никому пройти к воротам. Ну это помогает тоже, скоростные навыки все равно какие-то еще есть. Но все равно вот аргуреция. На чемпионате мира я не смог. Единственный, наверное, в команде был, кто не забил на чемпионате мира. А как-то на чемпионате России это все воздалось. Я почти в каждой игре забил. Ну за турнир я, получается, семь голов забил. Блин, практически все залетало, все, что можно было, все залетело у меня. Не подводила и ближайшая смена. Одним из самых юных участников чемпионата стал 15-летний игрок Тюмени Тенгиста Тивосян. Сибиряк набирался опыта с каждым матчем и в результате записал на свой счет три гола на турнире. Я со взрослыми мужиками-то никогда еще не играл. Вот, больше всего понравилось то, что меня поддерживали. То есть на меня не кричали, если я ошибки какие-то сделал. Меня поддерживали, говорили, что все нормально. Говорили, что делать и как. Успехи тюменцев не прошли мимо глаз тренеров сборной. В состав национальной команды попало 8 человек. Им теперь предстоит подготовка к чемпионату Европы, который состоится в Ирландии. 18 медалей привезли тюменские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях в Нефтьюганске. Воспитанники Центра Олимпийской подготовки Тюмень-Дзюдо 7 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Золото выиграли Алина Сергеева, Айгуль Куценко, Надежда Циналис, Александр Климкин и Никита Дибрин. Яна Дибрина положила в свою копилку трофеев две награды высшей пробы. Она взяла главные призы в разряде до 70 килограммов и в абсолютной категории. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать на нашем сайте. До свидания.